Представляю вам руководителя российской униной программы Игоря Георгиевича Митрофанова, который нам расскажет что-нибудь автористичное. Мария Михайловна, спасибо большое, но я хочу сразу сделать оговорку. Я ни в коем случае не являюсь руководителем российской униной программы. Я хочу первое, что сказать, что у нас нет российской униной программы. Во-первых, мало того, что я точно совершенно ею не руковожу, но и нечем руководить. У нас нет российской униной программы. У нас есть несколько миссий, и действительно эти миссии выстроены в некую последовательность. Я вам буду говорить про эту последовательность. Но сейчас только идут разговоры относительно того, что все-таки, может быть, у нас будет такая униная программа. И принципиальным моментом является, будет ли Россия в ближайшее время планировать готовить пилотируемую лунную программу. Потому что если не будет пилотируемой, то, в общем-то, исследования Луны будут чисто научными, и это будет некое, так сказать, изучение ближайшего к нам объекта. Вот если окажется, что Россия примет решение, российское правительство, Академия, Роскосмос примут решение, что у нас будут пилотируемые полеты, вот тогда уже, я думаю, что сформируется действительно российская лунная программа. И здесь важным является слово программа, потому что это будет тогда отдельная строка в бюджете. Это уже будет, так сказать, такой как бы национальный проект. Вот. Это первая оговорка, которую я хотел сделать. Вторая оговорка заключается в том, что многие присутствующие знают меня как астрофизика. Вот. Астрофизика, который, в общем-то, начинал свою карьеру с гамма всплесков, с раминовских источников. То есть я сразу хочу сказать, что я не являюсь специалистом по УЕ. Вот. И я думаю, что вот большинство присутствующих здесь, как раз с точки зрения лунных исследований, знают про Луну гораздо больше, чем я. Вот то, что я сейчас сегодня попробую рассказать, это просто то, как вот космические исследования взаимодействуют с лунной наукой и, может быть, когда-то приведут нас к тому, что действительно появится лунная программа и действительно, как вот Мария Михайловна сказала, это будет светлое будущее, это будет интересно, это будет привлекать молодежь. Действительно, Луна станет нашим седьмым континентом. То есть мы как бы ожидаем всего хорошего от Луны, конечно. Вот. И именно, так сказать, даже не с точки зрения, собственно, науки, хотя, безусловно, Луна интересный объект, а именно с точки зрения развития цивилизации и того места, которое, скажем, у нас сейчас есть некая общая территория Антарктида. Вот, может быть, когда-то, может быть, еще в этом 21 веке следующим континентом такого общего освоения будет Луна. Ну, здесь я должен напомнить нам всем о том, что у нас очень была активная советская лунная программа. И за нашей стороной вот эти пять достижений, которые, так сказать, сопровождаются словом впервые, начиная с первой фотографии обратной стороны Луны, ну и заканчивая вот Луна-24. Это автоматическая доставка грунта, причем, что очень важно, это доставка с глубины. Там немножко они были не по вертикали, но, тем не менее, глубина, длина скважины была порядка двух метров. То есть это, в общем, вполне такой интересный добытый материал. И так глубоко с Луны материал, в общем-то, не привозили, насколько я знаю, учитывая Аполлоновские материалы. Ну, естественно, что мы все хорошо знаем вот этот важнейший шаг прошлого века, который сделали американские астронавты. Ну и фактически вот эта Луна XX века, вот здесь мелко отмечены все посадочные аппараты, но, наверное, это сейчас не очень хорошо видно, вот эти маленькие треугольнички. И звездами синими и красными показаны вот те самые важные территории, на которых забирался Лунный грунт, и которые, по сути дела, сейчас дают возможность говорить о такой как бы лунной геологии. Здесь совсем близко от вас в Геохи хранится вот этот лунный грунт. И даже, вы должны знать, что совсем недавно этим грунтом даже воспользовались, когда здесь приезжал руководитель Китая, господин Си или товарищ Си, я уж не знаю как. Так, мы случайно узнали, что он, оказывается, Владимиру Владимировичу подарил доставленный с Луны недавно лунный грунт. И когда мы об этом узнали, то тогда сразу же Лев Матвеевич Зеленый стал очень активно взаимодействовать с администрацией президента. Они сказали, да, где-то тут у нас лежит, вот нашли этот грунт. Вот, ну и когда была очередная встреча, я не помню, кого с кем, но с каким-то высокопоставленным китайским руководителем, значит, Россия и Китай обменялись этим грунтом. Значит, в данном случае Китай грунт привез недавно, а тот грунт, который Россия передала, привезли давным-давно еще в Советском Союзе, взяли немножко в Геохи, и вот китайцам подарили. То есть нам есть еще пока что чем обмениваться с китайцами. Ну вот этот грунт Луны-16, который, так сказать, она доставила как первая автоматическая доставка. Ну и на самом деле, если говорить вот тут, так сказать, советскую науку про Луну, вот я думаю, что ее хорошо иллюстрирует вот эта картинка. Эта картинка как бы она не только лунная, она такая вся фактически внутренняя область Солнечной системы. Вот на этом графике по оси Х отложена концентрация Тория, а по оси У радиоактивного калия-40. Это оба естественные радиоактивные изотопы. У них очень большое время жизни. Они фактически, вот те, которые сейчас наблюдаются, они застали период образования Солнечной системы. То есть это такие очень хорошие маркеры того, как образовывались небесные тела Солнечной системы. И вот, так сказать, то удивление, которое здесь есть, вот вы его здесь сразу хорошо увидите. Вот эта крутая линия с большим количеством желтых точек. Но вот эти самые такие жирные желтые точки – это Марс. Это орбитальный аппарат Марса DC, там гамма-спектрометр Билл Бойтон. Значит, очень понятно, что калий и торий хорошо мерить в гамма-линиях. И вот, так сказать, намерено было соотношение, как коррелируют между собой концентрации калия и тория для Марса. Ниже точечки лежат – это Меркурий, так сказать, самая близкая планета к Солнцу земного, типа Марс, как бы самая далекая. Тут же есть точки, вот они так показаны, по-моему, здесь. Да, зеленые точки, их едва видно. Здесь точки для наших континентов земных. Сюда же попадают различные метеориты. Но вот несколько точек, которые правее желтой – это Венера. Они почему-то не легли на вот эту вот желтую линию, но при этом вы видите, что они совершенно явно не идут вдоль голубой. А вот голубая линия – это Луна. И вот почему у Луны так она сильно отличается от большинства планет земного типа в нашей Солнечной системе – это, в общем-то, с самого начала было вопросом. И этот вопрос, на самом деле, идет достаточно глубоко в фундаментальную науку, потому что на самом деле вот эти две известные гипотезы образования двойной планетной системы – Земля-Луна – вот они, так сказать, борются между собой согласно одной гипотезе, которая представлена слева. Произошло просто совместное образование двойной планетной системы. То есть надо было куда-то девать угловой момент, и вот, так сказать, разделилась прото-земля между двумя массами, образовалась вот эта орбитальная система Земля-Луна. Ну, очевидно, что в этом случае мы сразу же должны объяснить, а почему тогда земная линия и лунная линия по вот этим радиоизотопам, почему они так сильно отличаются. Ну, а вторая гипотеза, вот эта первая гипотеза, она как-то больше тяготеет, по крайней мере, раньше тяготела. Вот Эрик Михайлович Галимов, бывший директор Института Геохи, вот он был активный сторонник. Вот, а вот, скажем, американские коллеги, они больше поддерживают вот эту гипотезу огромного столкновения прото-земли с некой крупной планетой. Вот, и в результате вот этой катастрофы Луна откололась. Опять-таки, не очень понятно, почему она откололась, а при этом вот Калий и Торий легли по совершенно разным взаимным зависимостям. Ну, и, в общем, я хочу сказать, наверное, вы согласитесь со мной, что 20-й век лунные исследования – это была в основном все-таки политическая гонка. Если и ставили на борт приборы, то, в общем, для того, чтобы Академия не обижалась, основной стимул был показать друг другу, насколько мы две страны, Советский Союз и Америка сильны в космосе. И я думаю, что можно сказать, что вот современные исследования Луны, наверное, после некого перерыва, после того, как гонка прекратилась в середине 70-х годов прошлого века, был значительный перерыв, и потом туда полетела американская Клементина. Это была почти военная миссия. НАСА ее, в общем-то, не очень… То есть, в итоге НАСА себе ее, так сказать, прибрала, но основным были военные. Они там какие-то хотели посмотреть условия по возможным испытаниям на Луне, по изучению Луны именно в таких прикладных задачах. И потом полетел в Лунар-Проспектор. Это уже НАСА-вский проект. Запуск, по-моему, 98-й год. И вот это можно считать, что вот с этого началась уже современная наука про Луну, где, наверное, освоения и исследования Луны вышли уже на первое место, а гонка уже, так сказать, не стала таким определяющим фактором. Ну и вот здесь приведена картинка. Это как раз опять про тот же самый Торий. Лунар-Проспектор был первый полярный спутник вокруг Луны с гамма-спектрометром. И вот как раз эти самые гамма-линии, о которых я говорил, в данном случае, они были промерены уже с орбиты по всей поверхности. И вот вы видите на левой картинке, это близкая к нам сторона Луны. И вот это морская, большая морская территория. Видите, она желто-зеленая. Здесь много Тория. А Тория – это уже раз есть Тория, мы вот из этого соотношения понимаем, что есть и калий, и это вот эти самые крипы. То есть это те специальные такие породы, которые связаны с этими вот гигантскими морскими эпизодами, когда глубина попадала на лунную поверхность. И здесь, вероятно, много редкоземельных элементов. Вот как раз сюда садились китайцы тоже, когда им посоветовали американцы, куда садиться. Вот они как раз садились вот в эту самую желтую территорию вот этого района. Ну и всем известный Саус-Пол Эйткин. Тоже здесь виден на правой картинке. Он не такой богатый вот этими элементами, но тем не менее это тоже, так сказать, явный признак того, что соответствующее вещество вышло с глубоких слоев Луны на поверхность. И вот это, я думаю, что вот с этого как бы начинается вот эта вся современная лунная наука. И этот же лунный проспектор, он добавил еще, так сказать, свои достижения как основоположник. Вот добавил результаты, представленные на этой картинке. Вот слева вы видите два полюса наверху и внизу, где черно-белые картинки. Это Клементина, которая сделала хорошую карту поверхности в окрестности полюсов и активно стали говорить после этих данных. Про них и раньше говорили, но здесь уже как бы ученые собрались вокруг этих данных и стали говорить о постоянно затененных кратерах. И после этого вот то, что желто-оранжевое, это данные как раз лунного проспектора, у которого был кроме гамма-спектрометра еще и нейтронный детектор. А нейтроны – очень хороший способ изучать присутствие водорода в верхнем слое вот такого небесного тела, как Луна. Дело в том, что Луна подвергается бомбардировке космическими лучами. Тяжелые частицы космических лучей проникают на глубину порядка одного-полутора метров. Они там сталкиваются с ядрами основных породообразующих элементов. И даже там такой некий каскад образуется, каскадный процесс, который приводит к возникновению нейтронов. Идут реакции Роскова, Spolation Reactions, и вылетают нейтроны достаточно энергичные, там могут быть сотни МЭФ. И эти нейтроны имеют пробег гораздо меньше, чем толщина слой. Они там диффундируют, сталкиваются с ядрами, замедляются, обмениваясь, отдавая часть своей энергии ядрам. Наиболее задержавшиеся нейтроны там становятся тепловыми, то есть они уже выходят на равновесное распределение по энергиям с ядрами породообразующих элементов. И если туда добавить водород, то этот процесс замедления усиливается, существенно усиливается, потому что как только нейтрон сталкивается не с ядром какого-нибудь кремния или там железа, а с ядром водорода, а это протон, то здесь уже две массы сталкиваются одинаковые с центром масс практически, так сказать, находящиеся в системе отсчета центром масс. Две частицы двигаются на нас еще друг к другу, и в зависимости от кинематики протон вообще может всю энергию забрать от нейтрона, его фактически остановить. Ну, обычно мы оцениваем, что где-то половину энергии может отдать нейтрон. Это все ядерные физики знают, что это качественно усиливает замедление нейтронов. И поэтому, если мы, наблюдая нейтроны, смотрим в спектральных диапазонах, сколько мы видим нейтронов надтепловых и тепловых, то сразу же видно, что вот в таких областях, где есть водород, поток надтепловых нейтронов уменьшается, потому что они с большей вероятностью термализуются и попадают в область энергии тепловых нейтронов. А поток тепловых нейтронов усиливается. Нету закона сохранения, потому что тепловые нейтроны, они также еще и поглощаются. Практически во многих реакциях на тех ядрах, которые поглощают нейтроны, это сечение взаимодействия сильно повышается для тепловых энергий. Но вот во всяком случае, вот эта вот правая картинка – это некое совместное изображение моделей и науки экспериментальной. Вот это синие области в окрестностях Южного полюса – это районы с существенным ослаблением потока на тепловых нейтронов. То есть вот если красные окресты, если даже вот там на верху желтые, это вылетают с хорошей вероятностью вот из этого диффузионного процесса замедления, над тепловые нейтроны они успевают вылететь с поверхности раньше, чем они термализуются. То синяя территория – это там, где они очень быстро замедляются, и до вылета с поверхности они успевают попасть в тепловые энергии. Поэтому мы видим недостаток надтепловых нейтронов. Вот это синяя территория. И это вот тот результат лунопроспектора, который как бы вот сделал очень важный вклад в современную лунную науку. Потому что сразу же вспомнили про данные Клементины, что есть постоянно затененные кратеры, и сказали, ага, все понятно. Значит, на Луну так или иначе попадает вода, на полюсах очень холодно, страшно холодно в этих затененных кратерах. Вот по последним данным, там самая низкая температура в кратере Эрмит в окрестности Северного полюса – это 25 кельюнов. Значит, постоянная тень, не попадает солнечное излучение, и очень низкая температура. И если, ну, например, вылетают кометы к Луне, взрываются, испаряются, то вот эта временная атмосфера, которая образовалась, а комета – это замерзший лед, и поэтому это атмосфера из газа воды, значит, он осаждается в этих холодных ловушках, это такой общепринятый термин, и уже здесь как бы вот это модельное соображение экспериментатора словно проспектора, как белые пятна нарисовали вот на этой карте, и сказали, что мы видим признак водорода по нейтронам. Водород – это наиболее вероятная компонента молекулы воды, значит, мы видим воду, мы знаем, что вот в этих белых районах постоянная темнота, не попадает в очи солнца, там постоянно холодно, и вот у нас, они говорят, это я их цитирую, их прибор все направленный, мы не можем определить конкретно, откуда пришли нейтроны, но модель предлагает, что они все пришли вот из этих белых пятен постоянного затенения. И, значит, с этого пошла уже как бы полярная луна, как бы новая космическая, новый космический объект, и я думаю, что вот можно сказать, что 21 век – это век уже полярной луны, вот исходя вот из того, что там наблюдаются такие особые районы. Первый индийский спутник Чандрайан-1, который примерно в это же время полетел, ему американцы тут же предложили поставить туда, Карль Питерс, может быть, вы знаете, профессор Дама, свой прибор М-куб, это спектрометр в инфракрасном диапазоне, и они стали картографировать в этом инфракрасном излучении поверхность Луны, и вот эти синие области в окрестностях двух полюсов – это области, где линия поглощения молекулы воды в районе 3 микрон, она очень сильно проявляется в спектре. Фактически именно Карли доказала, что мы имеем дело с H2O, потому что если Фелдман в Луно-проспекте все-таки формально видел большую концентрацию водорода, это мы уже домыслили, что это H2O, то у Карли у нее все в порядке, у нее 3 микрона, это либо гидроксил, ну, фактически тоже вода, там тоже линия в окрестностях 3 микрон, либо просто H2O. И вот эти вот результаты, они подтвердили, что действительно в полярных районах обсуждается, что там много летучих, но как бы основная доля этих летучих – это вот замерзшая вода. И я уже упоминал, когда вот мы были на семинаре, где Майя Дичкова свою диссертацию рассказывала, что там было потом, собственно, такое маленькое обсуждение, из-за которого, как я понимаю, меня и пригласили, спасибо. Я уже упоминал, что на самом деле удивление заключает вот этого нашего, так сказать, ну, скажем так, не научного, а такого чисто эмоционального предвидения. Но мы знаем, что у Циолковского с этим было все в порядке. Вот вы знаете, он это предсказал. Вот есть книжка, которую он издал в 20-м году «Вне земли». И вот вы видите цитату из этой книжки, из этой повести. Еще холоднее должна быть температура в подобных местах, в северных и полярных областях. Возможно, что там накопились обширные слои, отвердевшие воды и атмосферы. Ну, у Луны есть маленькая атмосфера, называется экзосфера. Но самое главное, что Константин Эдуардович просто сказал, что на полюсах есть, должна быть, должны быть ледники на лунных полюсах. Вот. Как раз в это время, когда вот начались вот эти все обсуждения, интерпретации вот этих полярных районов, как раз был президентом тогда, если я правильно помню, я не помню, старший Буш или младший Буш, но вот один из них, точно это были Буши, он провозгласил новую программу лунную. Вот он, так сказать, позавидовал Кеннеди, который сделал программу Аполлон. Он тоже хотел быть великим президентом. И он придумал, что надо делать программу Constellation. И что американская активность вне околоземной орбиты должна быть направлена на Луну. И для того, чтобы поподробнее узнать, все-таки вот этот снимок, который сделал Луна Проспект, вы видите, это синее пятно. Это все-таки недостаточно хорошо определенные данные по тому месту на Луне, где конкретно много воды. Это, в общем, сами специалисты из Лоу-Салмаса, которые сделали этот прибор, признавали, что здесь о пространственном разрешении, конечно, нечего говорить. И поэтому в рамках этой программы Constellation американцы решили, что нужно сделать лунный спутник ЛОРО Lunar Reconnaissance Orbiter. То есть провести разведку. Запустить этот аппарат, вот вы видите его изображение здесь, запустить этот аппарат на низкую полярную орбиту 50 километров высота. Вокруг Луны очень тяжело летать по такой орбите, потому что в Луне есть то, что называется масконы, концентрация массы внутри небесного тела. И орбита этого аппарата, в общем, она очень нестабильна. Вот я дальше покажу, она разбалтывается. Вот если они ее делают 50 километров круговая полярная, то через две недели она у них уходит вниз километров на 20 и вверх километров на 20. То есть она становится типа 30 на 70. Они, значит, ставят аппарат специальную ориентацию, корректируют орбиту, выводят ее опять на 50 километров и через две недели заново все это делают. Но при этом они очень хорошо картографируют поверхность. И тогда еще у нас были очень хорошие отношения с Америкой, мы с ними дружили. Вот. И была даже совместная комиссия Роскосмоса с НАСА. Вот. И в рамках вот этой нашей дружбы, вот этой нашей комиссии, они сказали, что русские могут поучаствовать в конкурсе на то, чтобы встать на борт вот этого ЛРО. То есть НАСА, в принципе, будет с радостью ставить российские приборы, тем более, если Россия будет за них деньги платить, тем более. Вот. И была создана такая совместная российско-американская команда, которая написала пропозал. Этот пропозал официально был подан вот на этот конкурс. И этот прибор Land Lunar Exploration Newton Detector, он был принят. Значит, вот вы видите здесь такое немножко ступочкой. Значит, основное отличие этого прибора от того, что летало на Лунар Проспекте, было то, что Land коллинированный нейтронный детектор. То есть мы поскольку вместе с американцами, поскольку ЛРО разведка, мы хотели понять, а где же все-таки больше всего воды. вот я с таким темпом буду говорить часов до четырех. Нормально? Вот. Сколько там воды, потому что интересно, что тогда именно туда устремлять эту программу Constellation, и именно туда, так сказать, вот следующие аппараты должны лететь. Вот. То мы предложили нейтронные детекторы заколлимировать. То есть иметь достаточно узкое поле зрения для того, чтобы нейтронные потоки сравнивать уже не на масштабах сотен километров, как это было у ЛРО. А мы пообещали, что если вы нас будете держать на высоте 50 километров, то мы будем 10 километров пространственное разрешение давать на лунной поверхности. Но я должен сказать, что вот я забыл упомянуть, что с американской стороны в эту нашу команду вошел рожденочий Сагдеев и, может быть, кто-то знает Джек Тромко, который, по сути дела, основал вот эту ядерную технологию для изучения в гамма-лучах и в нейтронах свой с поверхности небесного тела. Он еще в проекте Аполлон вот на том орбитальном аппарате, который вертелся вокруг Луны, пока астронавты ходили по поверхности, он уже там поставил нейтронный детектор, и он фактически первый увидел гамма-лучи и нейтроны с поверхностью Луны примерно одинаково, как вот в Геохии Юрий Сурков тоже, так сказать, на наших лунах 9 и 10 на орбитальных аппаратах тоже мерил это изучение. Вот Тромко вошел в эту команду, а с нашей стороны, так сказать, вот я был в целом руководитель этого пропоза, этого эксперимента и наши коллеги вот из Института космических исследований участвовала также у вас в Институте Шевченко является членом этой команды, которая написала пропозу, также в этом участвовали наши коллеги, куда же нам без дубны, из дубны, то есть они фактически нейтронная лаборатория ОИЯИ, они по сути дела помогли нам придумать концепцию вот этого коллиматора. Нейтроны, как вы знаете, из физики очень трудно останавливать, они тяжелые и при этом не имеют заряда, поэтому они через вещество проходят достаточно свободно, и вот здесь идея этого коллиматора, ну фактически такой колодец с толстыми стенками по совету дубны, сами мы, конечно, бы не додумались, мы сделали слой полиэтилена, где вот эти энергичные нейтроны замедлялись, полиэтилен это опять-таки много водорода, и за счет столкновений с водородом они там гасили свою энергию, а следующий слой был Бор-10, а Бор-10 имеет огромное сечение поглощения нейтронов, и вот этот внешний нейтрон от Луны, который идет вне поля зрения, он попадал в коллиматор, замедлялся, потом замедленный попадал в Бор-10 слой примерно такой толщины, и Бор-10 его поглощал, поэтому нейтроны в поле зрения приходили свободные, свободно регистрировались детекторами, а боковые нейтроны поглощались, естественно, мы страшно теряли по статистике, потому что вместо полусферы мы видели только узкий конус, но зато мы получали пространственное разрешение, если долго работать, если над одним и тем же пикселем я буду долго пролетать, а миссия полярная, то есть ее полярная орбита, поэтому она мне полюса достаточно хорошо экспонировала, получается, что я могу увидеть, где сколько, насколько изменился поток метронов, и уже на модельных расчетах, понимая, как идет процесс замедления, я могу оценить массу долю водорода, а затем и воды, вот, и, ну вот, немножко я похвастаюсь, вот как это все выглядело, то есть, вот этот ЛРО, это просто автобус, причем это автобус тяжелый, он фактически немножко даже танкер, потому что вот эти каждые две недели менять орбиту, это, в общем, достаточно дорогое удовольствие, поэтому очень много там было на борту гидрозина, и это нам тоже создавало проблему, потому что фон от самого аппарата у нас постепенно уменьшался, то есть, надо было тоже ухищряться, но и вот здесь просто слева показана вот эта концепция фермы с детекторами, на которые одевается вот этот калимандр. Ну и вот, так сказать, мы полетели и стали уже строить такие глобальные карты нейтронного излучения, вот эти надтепловые нейтроны, о которых я упоминал, вот так выглядит Луна, если измерять потоки нейтронов вот с таким коллимационным, с коллимационной возможностью, тут даже можно разглядеть некоторые кратеры, которые имеют особенность по потоку нейтронов по сравнению с окрестностями, вот, но не это была главная цель, вот эта цель, это что называется нейтронная наука, как там у нас разные элементы, как у нас там соотносятся между собой нейтронные потоки в кратерах, вне кратеров, вот в этих морских областях, где вы помните, что много калия и тория, вот как раз вот эти терпы, это как раз там, где тори тоже, так сказать, наблюдают гамма-спектрометрии, но это была не главная задача, это была как бы не задача освоения, это была задача науки, а вот задача освоения было узнать все-таки, где конкретно много воды на полюсах, и американцы, они, в общем-то, я хочу сказать, в некотором смысле нам поверили, то есть они нам решили поверить, но поскольку они уже прибор отобрали, они уже несут ответственность за то, что мы его сможем реально сделать, они, значит, придумали, что поскольку ракета у них была достаточно тяжелая, вот эта вот Атлас, они могли поднять, кроме вот этого тяжелого спутника, еще немножко массы, и они придумали, что надо сделать второй проект на этой же ракете, которая называется L-Cross, не буду расшифровывать, точно не помню, но смысл этого проекта был такой достаточно неожиданный. Разгонный блок Центавр, который выводил связку ЛРО и аппарат L-Cross на орбиту перелета к Луне, он, после того, как он обеспечил вывод ЛРО на аккуратную около-унную орбиту, до этого он, параллельно с этим, на самом деле, с точки зрения организации полета, он, когда все горючее отрасходовал, практически все, то разгонный блок Центавр вместе с аппаратом этим L-Cross, он отделился от этого всего комплекса и стал летать по долгой-долгой орбите, фактически в системе Земля-Луна, у него там был период орбиты, если я правильно помню, около одного месяца, и он, как бы, летая, ждал. А в это время ЛРО уже начал вокруг Луны с полярной орбиты летать, и нам сказали, ребята, вот вы со своим лендом наблюдайте на Южный полюс, и, пожалуйста, за два месяца вы увидите там самое интересное пятно, где больше всего воды. И вот эта карта, которая внизу слева, вот эта синяя-желкая, вот самая большая синева, которая здесь, вот здесь она в центре находится, вот это мы увидели за два месяца вот этого орбитального полета, ну, сразу же Слава Шевченко в этом участвовал, мы поняли, что это кратер Кобелус, я не знаю, Кобелус или Кобело, там по-разному, я привык Кобелус, что вот это хороший такой, мощный, постоянно затененный кратер, недалеко от Южного полюса, и там воды больше всего. И вот мы, когда эти первые данные, причем я хочу сказать, статистика еще была никакая, то есть мы только-только выходили на уровень там 3 сигма, вот, но тем не менее, так сказать, этот Центавр ждет, летает, вот, мы, значит, через эти обещанные два месяца пришли и сказали, вот у нас есть такое впечатление, что надо лететь в Кобелус, они сказали, хорошо, летим в Кобелус, соответствующим образом, за последние там капли горючего, они перевели свою систему на специальную орбиту и провели искусственное столкновение с Луной в точности в этом, в точку на этом, в этом кратере. Причем вначале столкнулся вот этот Центавр, уже пустой, никому не нужный разгонный блок, и сделал искусственный кратер, вещество вылетело из этого кратера, и через, я не помню, сколько секунд после этого туда влетел аппарат ЛРО, где было очень много таких маленьких приборчиков, которые просто вот это разлетевшееся вещество измерили. И до того, как они столкнулись с поверхностью, они быстренько информацию передали на Землю и погибли. Таким образом, была проведена такая в американском стиле, таком, так сказать, традиционном прямой, так сказать, тест на реальное присутствие там воды, и вот спектр, который они получили. Вот вы видите здесь эти самые линии спектральные, перечисленные наверху все летучие соединения, которые они там увидели. Вы видите, что здесь явно сошельно присутствуют достаточно достоверные, хорошо всем известные линии H2O. Вот, они оценили по интенсивности этих линий поглощения по глубине, по эквивалентной ширине. Они оценили вот в этом разлетевшемся веществе, сколько они видят молекул воды, пересчитали с участием таких вот специалистов, как здесь у вас, сколько это соответствует веществе поверхности, куда произошел удар, с учетом того, какой кратер образовался, они пересчитали на массу воды уже вещества этого кратера и вот получили 5,6 плюс-минус 2,9 процента по массе. То есть, вот столько получается воды, если измерить эти линии и провести весь сквозной расчет, установить, сколько же было в исходном веществе. Значит, наша оценка, я говорю, что мы там работали на уровне таких 3 сигма. Поэтому она очень сильно модельно-зависимая. На самом деле, очевидно это практически всем, что если у меня слой однородный и вода распределена однородно, то получается одна оценка. Если я предположу, что у меня концентрация воды вглубь увеличивается, а это очень естественно с точки зрения того, как там эта вода может накопиться, то получается где-то порядка 5%. Ну вот мы в своей статье, которая вышла в Science параллельно со статьей Эл Кросса, вот мы дали свою оценку от 0,5% до 4% в зависимости от того, какая применяется модель. То есть я считаю, что после того, как Карли Питерс в приборе М-куб непосредственно с поверхности, там с микронной толщины наблюдая аспекта инфракрасной подтвердила, что это H2O, то в данном случае это уже прямая точная оценка, мы точно знаем, потому что мы знаем вещество, которое вылетело из кратера, по-моему, там была глубина порядка 20 метров образовался этот кратер, то есть это достаточно глубоко, вот получается, что где-то от десятых долей процента до 5,6%, правда, плюс-минус 2,9%, то есть это в общем на уровне такой значимости, тем не менее точно совершенно это H2O, потому что линии мы видим. Ну и дальше, так сказать, продолжался наш полет, я, кстати, хочу сказать, что Ленд работает до настоящего времени, то есть мы полетели в 2009 году, вот сейчас 23-й год, в общем, российская космическая наука и техника умеют делать хорошие приборы, которые долго живут, и если нам никто не мешает, вот, но при этом, конечно, надо признать, что все компоненты были тогда радиационно стойкие, то есть сейчас таких компонентов мы уже не могли бы купить, чтобы они имели такую хорошую радиационную стойкость, вот, и вот на, в окрестностях северного полюса, поскольку он меньше интересовал американцев, чем южный, вот вы видите белые секторы, это как раз мы теряли эти данные, возможность наблюдать Луну, потому что каждый раз вот в этих направлениях плюс-минус 90 градусов по отношению к направлению на Солнце ЛРО делало коррекцию орбиты, когда они делали коррекцию орбиты, мы прибор выключали, чтобы у нас не образовалась корона, высоких, высоковольтных источниках, и поэтому мы эти данные теряли, а вот Южный полюс, они специально наблюдали постоянно, вот с этой высоты 50 километров, вот эти все родинки, такие синие, которые вы видите, это вот те районы, где по нашим данным, с нашим пространственным разрешением, с нашей статистикой, получается высокое, достаточно высокое содержание воды, но вот это, эти все значения где-то на уровне самые синие, где-то на уровне полпроцента, если применить модель однородного распределения воды по глубине, и вот эта карта, она была у нас опубликована, если я правильно помню, в Икарусе в 17-м году, вот здесь уже просто синева, если на предыдущей карте у нас поток нейтронов отложен для цвета, то здесь уже для цвета отложена объемная масса воды, вот, ну и значит, теперь уже вступает в дело и освоение, потому что полюса, вода, вода это интересный ресурс, и также наука, безусловно, потому что что это за вода, откуда она там вообще взялась, но есть три источника воды, первый источник воды самый, я думаю, интересный, и очень надеюсь, что действительно большая доля воды именно связана с этим источником, это кометы, кометы, это ледяные глыбы, я уже упоминал, что комет сталкивается много, в древние времена их сталкивалось еще больше, там был вроде период гигантской бомбардировки, причем его испытала и Луна, и Земля, как двойная система, это как раз, наверное, то время, когда тут у нас пыталась жизнь зародиться, вот, и кометы прилетали, приносили водяной лед, ударялись, нагревались, взрывались, создавали временную атмосферу, которую Луна быстро теряла, но часть этой атмосферы в холодной ловушке на полюсах могла осаждаться, затем она могла покрыться тонким слоем реголита, потому что рядом астероид тоже ударился, и уже песочек, так сказать, разлетелся, вот, поэтому вот насыщение полюсов такой водой, это на самом деле достаточно вероятный процесс. Есть другой процесс, который тоже очень естественный, но не такой интересный, и это процесс солнечной воды. Дует постоянно солнечный ветер, солнечный ветер, это протоны, как часть солнечного ветра тяжелая, они ударяются об лунную поверхность, попадают, конечно, на какую-то глубину, не такую глубокую, космическую лучи, но тем не менее заметную, сталкиваются с каким-то таким совершенно нормальным соединением, типа кремния силициума-2, и захватывают кислород. Возникает гидроксил, он, так сказать, со своей возможностью валентности подцепляет еще водород, может быть, другой, который прилетел, может быть, откуда он его отцепляет, и образуется H2O. Эта модель тоже была, так сказать, достаточно хорошо обоснована, и, в принципе, такой источник лунной воды, вы сказали, при чем тут полюса, дело в том, что, конечно, это происходит вблизи экватора, но эти молекулы H2O, когда наступает достаточно горячий лунный день, они могут выйти в экзосферу, есть такое, так сказать, даже целые работы, люди пишут, как в экзосфере они как бы прыгают с точки в точку, резиденст тайм, они присутствуют в веществе, потом снова испаряются, и так они прыгают до тех пор, пока они не допрыгают до холодных полюсов, а в холодных полюсах они уже, так сказать, промораживаются, замерзают, и вот постепенно есть даже модель, как они могут постепенно диффундировать на глубину, это если в том случае, когда вот они ночью заморозились, лунный, а потом, если это освещенная полярная поверхность, она стала прогреваться, они могут диффундировать, как улетая, так же и погружаясь в парус эти объемы, в голубь, и вот таким образом тоже вот эта вода, ну, кстати, это и кометная атмосфера может так же себя вести, ну, и, наконец, вот в самом низу я вставил АС-2О, это исходная вода, это вода того вещества исходного, которое образовало Луну, значит, она тоже могла в процессе какие-то огромные такие вот вулканические процессы или там процессы какой-то, так сказать, трещин, короче говоря, выходить в экзосферу, и тоже эта вода может быть источником тех молекул, которые накопились на полюсах, вот, ну, очевидно, что понятно, что надо делать, значит, нужно туда лететь, нужно эту воду, ну, лучше, наверное, привезти все-таки на землю, потому что такие приборы, которые мерят изотопный состав отношения диетерия к обычному водороду, все-таки достаточно тяжело туда везти, они много должны весить, вот, но если мы их привезем, а мы планируем их привезти, и посмотрим изотопное соотношение, то вот на этой картинке просто показаны вот эти разные отношения D к H для разных планет, для разных условий, где эти величины измеряются, вот вы видите горизонтальная линия синяя, это Земля, вот если я правильно помню, вот эта нижняя голубая, это оценка для протопланетного облака, и вот тут разные астероиды, разные кометы, то есть я считаю, чтобы оба совершенно спокойно определить, сколько там солнечная вода, сколько кометный, если бы мы могли измерить такое отношение в тех полярных образцах реголита, которые мы привезем. Вот что страшно интересно, и для меня это такой наиболее интригующий момент, вот это такая очень подробная таблица показывает известные уже сейчас по данным, которые люди получают в астрономических наблюдениях, присутствие различных молекул от самых простых, где два атома участвуют, до достаточно сложных справа. и вот синим отмечены те конкретные молекулы, достаточно сложные в правой части, которые были обнаружены для комет, при наблюдении комет. И получается, что если кометы на Луну прилетали, и происходили такие процессы столкновения, испарения, и это вещество оставалось на Луне, то получается, что мы исследуем воду уже не с точки зрения изотопов, а с точки зрения присутствия там вот таких сложных высокомолекулярных соединений, мы в принципе можем там эти соединения обнаружить, а там уже люди наблюдали аминокислоты, и из этого мы можем понять, а что же в это же время прилетало и на Землю. На Земле это все переработалось, последующая возникающая жизнь уже скушала там все эти обобщенные соединения, а на Луне, так как мамонты в Якутии, это все могло остаться, сохраниться, и если вот такие образцы привести оттуда и уже максимально такие продвинутые центры физико-химических исследований передать, то возможно можно будет во-первых посмотреть, а что это там за такие молекулы, тут уже начинаются разговоры о том, какая у них спиральность, как там чего может произойти, то есть на самом деле мы уже достаточно осмелились для того, чтобы говорить о том, что подобные соединения, подобные исследования могут позволить нам определить, в каких условиях зарождалась жизнь на Земле, если считать, что есть панспермия, которая в данном случае сработала. Во всяком случае, ясно, что такими исследованиями можно с достаточной достоверностью эту гипотезу отвергнуть. Ну и дальше тогда объяснять, а как же тогда без этой гипотезы. Ну и таким образом, значит, вот все, что я вам сейчас сказал, это вот в этих пунктах, которые здесь приведены, почему мы сейчас говорим о новой луне 21 века по сравнению с той луной, с которой мы расстались в 70-е годы прошлого века. Это вот эта особенность полярных районов выше, примерно это наступает выше 70-го градуса северной и южной широты. Вот, это высокое содержание воды и летучих. Значит, так получилось, я вам картинку рассказывал, что в окрестности южного полюса еще и этот гигантский кратер Саус-Пол-Эйткин залегает, поэтому попутно можно не обязательно гоняться за летучими, но также можно и фактически южный полюс это окраина, полярная окраина вот этого гигантского кратера, можно это вещество поизучать. Ну и наконец, вот есть тоже один такой странный факт, я его сейчас упомяну и может быть даже кто-нибудь из вас это сможет прокомментировать. Дело в том, что у Луны как небесного тела есть очень серьезная загадка с моей точки зрения. Дело в том, что полярная ось Луны наклонена по отношению к перпендикуляру к эклиптике на полтора процента. Я не понимаю, как это может быть. на полтора градуса. Я тут все про воду говорил, полтора градуса. На полтора градуса. Значит, Земля очень сильно отклонена. Плоскость орбиты Земля, Луна тоже достаточно сильно отклонена. Я не помню, там, по-моему, около 6 градусов, если я правильно помню. А вот эта вот лунная ось, причем каратирующая с Землей, отклонена на полтора процента. Поэтому так же, как там есть постоянно затененные кратеры, так же там есть и районы холмов, горок, которые фактически постоянно освещены. То есть получается, что в окрестности Луны можно найти и уже, так сказать, несколько таких мест известных, районы, где условия постоянной освещенности сопровождаются достаточно близкими районами с высоким содержанием воды. Отсюда следует, что вот если кто-то когда-то решит строить лунную базу, то именно здесь ее надо строить, потому что вот этот природный ресурс, как бы два природных ресурса, энергетика на солнечных батареях, мне нужно туда вести ядерный реактор, чтобы поддерживать в течение длительной лунной ночи энергию выдавать тепло. И с другой стороны есть вот это важное ресурс H2O, который и система жизнеобеспечения, и потенциальное горючее для будущих лунных космодромов, когда можно будет заправлять ракеты водородом, и всю эту ракету с водородом вытаскивать не из гравитационной ямы Земли, а с гораздо более мелкой и без атмосферы гравитационной ямы на Луне. Ну и вот таким образом сформировалась такая вполне определенная лунная новая лунная наука про эту новую Луну. Вот этот слайд, он тоже очень популярен, его часто обсуждают в Америке, там у них есть такая группа ЛИАК, Lunar Exploration Analysis Group. И вот они говорят, есть наука про Луну, как небесное тело, есть наука на Луне, где мы можем изучать, ну, например, всякие биологические, медицинские эксперименты ставить, прежде чем к Марсу отправляться. Ну и, наконец, есть наука с Луны. Очевидно, что тут на первом месте стоит астрономические наблюдения, наблюдение Солнца, может быть, даже наблюдение процессов на Земле. И сейчас, как вы знаете, уже запущена американцами программа Артемида. Ну, вот это они нарисовали где-то, по-моему, это была конференция 2018 года, где они вот эту перспективу рисовали. Вы видите, что у них справа 24-й год, и они вот здесь уже 24-й год уже Артемис номер 3 собирались запускать. Мы знаем, что этот 24-й год наступит через 2 месяца. Пока что ни о каком Артемисе здесь у них речи нет, но, по крайней мере, вот эту первую Артемис-1, который беспилотный облет совершил, то есть Артемис они делают, вот этот у них Ореон называется пилотируемый аппарат. И я практически не сомневаюсь в том, что они где-то в ближайшие 2-3 года полетят, по крайней мере к Луне. Я не уверен, что они сядут, но то, что они полетят, это практически наверняка. Это достаточно серьезная программа. Они уже выбрали потенциальные районы, потому что я же сказал, что где вода, где освещенность, это очень важно. И при этом я хочу еще сказать, что у них же там сейчас идет активное обсуждение лунных ресурсов и вообще, что кому принадлежит. И они готовят закон о том, что районы посадки американских космических аппаратов, начиная с Аполлонов, должны иметь статус национального парка. Вот у них в Америке есть законы, которые защищают национальные парки, что там нельзя сделать, как там можно ходить или не ходить. Вот они хотят приравнять эти территории к статусу национальных парков. Ну, отсюда как бы формально следует, что вообще-то не стоит туда кому-то еще лезть со своими посадками. Но вот интересно, что те районы, которые они предварительно для Артемиса наметили, вот это такая большая территория сверху написана Конецинфрич. По нашим данным, вот если бы мы сейчас выбирали, куда лететь, это Плоскогорье Малоперк, я думаю, что мы бы тоже захотели полететь в этот район. А здесь ведь как Антарктида, если ты сел в удачную территорию, то уже дальше ее удобнее осваивать и уже дальше можно ее постепенно расширять. Но уже рядом особенно никто не будет вмешиваться в этот же район. Вот. Значит, вы все знаете, что идет очень активная китайская программа. Китайцы денег не жалеют, они ее активно развивают. Вот даже вот они обещали уже полярный, уже они не полярный реголит, как вы знаете, доставили. Вот теперь ближайшая эмиссия у них это будет полярный реголит. Вот. В этом смысле, конечно, мы, в принципе, можем достаточно скоро узнать, каким же, какой же водой насыщен вот этот полярный реголит. Может быть, даже сделают эти оценки высокомолекулярных соединений. Вот. Но у нас тоже есть полярные лунные автоматические проекты, которые мы вот выстроили таким образом. Как я сказал в своих первых словах, это не является формализованной российской лунной программой. Просто мы понимаем, что, зачем надо делать, и если это будет поддерживаться, если у нас будет получаться, то в соответствии с этим, с этой последовательностью можно будет нашу программу развивать, разрабатывать. Вот сейчас как раз совсем недавно на Совете РАН по космосу началось обсуждение следующего десятилетнего этапа этой программы 26-й. Почему-то они сделали 26-й, 36-й год, то есть это не 10 лет, а 11. Но принципиально, что в 26-м году эта программа уже должна быть утверждена и должна реализовываться. Значит, в нее были предложены несколько таких миссий, и вот этот самый первый этап, этап до горизонта 30-го года представлен на этом рисунке, где заканчивается текущая программа и начнется следующая. Вот, но вот глядя на эту картинку, многие из вас уже подумали, я знаю о чем. Мы потеряли Луну 25, а Луна 25 должна была быть в значительной степени технологической отработкой той авионики, потому что советскую авионику мы, конечно, уже утратили, не только потому, что люди ушли, но и потому, что вся элементная база фактически сменилась, все надо делать, разрабатывать заново, и вот хотели первое испытание вот этой новой авионики сделать на Луне 25, на орбиту мы, так сказать, пробились, и в принципе, так сказать, орбитальный перелет уже наши коллеги Винпола Лавочкина имеют прототип, имеют положительный результат летных испытаний, и поэтому следующая эмиссия Луна 26, чисто полярная, орбитальная, в некотором смысле похожая вот на тот Луна-проспектор, который американцы сделали в 98-м году, вот она в принципе от потери Луны 25, кроме репутационных, не очень пострадала, поэтому я думаю, что в 27-м году она полетит. А вот что касается судьбы Луны 27, сейчас этот вопрос очень бурно обсуждается, и в том числе обсуждается вариант вернуться, и есть к этому серьезные аргументы, к советскому опыту и сделать две Луны 27. И в рамках вот этого в рамках этой идеи восполнить то, что мы недоиспытали, то, что мы не смогли отработать на Луне 25. Мы не смогли отработать посадку. А посадку теперь, конечно, уже надо делать с учетом особенностей этих областей, о которых я говорю, надо делать высокоточную. То есть, если Луна 25 должна была садиться в территорию 15 километров на 30 километров, то здесь мы все-таки целимся на докилометровый разброс вероятной точки попадания по отношению к нашему нацеливанию. Значит, если даст Бог эту миссию удастся реализовать, ну, может быть, в этом варианте двух аппаратов, может быть, все-таки останется один аппарат. Мы сейчас целимся на 28-й год. Я думаю, что если не будет особых проблем организационных, то это вполне разумная дата для того, чтобы учесть все уроки, которые мы извлекли из Луны 25 и довести дело до успешной посадки. После этого мы надеемся там отработать течение как минимум одного года. При этом будет предусмотрена связь между посадочным аппаратом и орбитальным аппаратом. То есть мы сможем не очень зависеть от радиовидимости Земли и поэтому мы можем приблизиться к полюсу. Чем ближе мы к полюсу, тем ниже над горизонтом оказывается не только Солнце, но и Земля. И поэтому там уже линия горизонта начинает нам иногда мешать для прямой, прямых радиолиний взаимодействия с наземными станциями. Тем более, если мы летим на южный полюс, а у нас станция сейчас только северный, самая южная у нас Евпатория со своими особенностями, то в общем здесь как бы иметь запасную линию связи через орбитальный аппарат это очень полезно. Ну и наконец завершить вот этот первый этап ближе к 30-му году должна вот эта самая правая верхняя станция Луна 28. Это должен быть российский возврат лунного полярного реголита. Мы надеемся, мы планируем, что мы будем сверлить, мы будем добывать образцы до глубины порядка одного-двух метров. Мы должны разработать систему, чтобы забор этих образцов в условиях бурения все-таки произошел криогенным, чтобы мы не расплавляли ту воду, которая возможно там есть при заборе образцов и криогенным образом доставить ее на землю на возвратной ракете. Луна 26-я сейчас находится на хорошем уровне проработки. Весь приборный состав у нее фактически вот от этого импортозамещения не пострадал. Что скорее всего пострадает, это участие иностранцев. Вот тут отмечены звездочками вклад наших в основном европейских коллег. И насколько я понимаю, многие из этих приборов могут у нас не полететь. Луна 27-я посадочная в основном направлена на две основные задачи. Это ин-ситу изучение реголита и изучение процессов в экзосфере, в полярной экзосфере там эти процессы очень интересны, потому что, как мы уже говорили, из-за очень хорошей выстроенности полярной оси, там на самом деле хородные и освещенные территории имеют очень маленький масштаб. Это не тот терминатор, который на экваторе Луны либо освещено, либо ночь. А здесь вот эти границы освещенные и не освещенные, причем некоторые районы даже могут быть постоянно не освещенные. Они имеют масштабы характерные начиная с метров, и поэтому там динамические процессы и в полевой компоненте, вот это известная всем левитация, когда пылинки заряжаются зарядом, который противоположен заряду поверхности и находится в таком левитирующем состоянии. американцы наблюдали впервые. Здесь будет идти на очень маленьких масштабах и взаимодействие с солнечным ветром также будет проходить по сути дела по касательно. То есть экзосферная наука тоже будет хорошо представлена в этой миссии. Вот. Мы уже начали то, что я вам говорил, начали смотреть, куда же нам лететь с этой Луной 27. И вот примерно тот же район Малоперк, здесь он имеет цифру 2. Мы бы туда полетели, если бы можно было прямо сегодня лететь. Если будет два аппарата, то я думаю, что можно лететь в эту область с небольшим расстоянием один аппарат от другого. Также есть идея, которая сейчас обсуждается, никаких решений не принято. Если будет два аппарата Луны 27, то можно полететь на два полюса и на север и на юг. Это тоже очень интересно. Впоследствии эти области также можно использовать для разных экспериментов. Скажем, сейсмология была бы просто прекрасной областью исследований, если бы мы имели две полярные станции на двух полюсах. Следующий этап. Это этап уже за 30-й год. Здесь пока что вот эта будущая федеральная космическая программа об этом говорит, но говорит уже без таких четких решений по конкретным проектам, по конкретному финансированию. И здесь очень важно, я думаю, для развития всего этого, я уже говорил про пилотируемый сегмент, вот сейчас принято решение о том, что Россия будет делать российскую орбитальную станцию РОС, которая, в отличие от МКС, будет летать на полярной орбите. То, что эта станция будет летать на полярной орбите и регулярно два раза за виток пролетать над северным и южным полюсом, означает, что мы, по сути дела, будем выходить в открытый за пределы земной магнитосферы космос, потому что радиационная обстановка в окрестностях полюсов, она на самом деле очень близка к тому, что будет наблюдаться на перелетах к Луне и тем более на лунной поверхности. Поэтому тот космический аппарат, пилотируемый транспортный корабль Орел, который разрабатывается для РОС, это уже в перспективе лунный аппарат, то есть его уже разрабатывают с учетом будущих полетов, пилотируемых полетов к Луне. И в этом смысле я считаю, что РОС не ослабляет возможности реализации лунной пилотируемой программы, а наоборот их, по сути дела, усиливает и поддерживает. Ну, что касается автоматического сектора, здесь безусловно будут продолжаться полеты полярные, орбитальные, следующие посадочные аппараты будут также сопровождаться уже повышенной мобильностью, безусловно, и это очень поддерживают ваши соседи в Геохе, безусловно, должен быть сделан луноход с продолжительным временем работы. И мы также обсуждаем проект, который условно называется Корвет, это проект, когда пилотируемый орбитальный полет, например, у нас еще было недостаточно денег для того, чтобы сделать пилотируемый посадочный аппарат, но уже есть лунный космический аппарат лететь к Луне, и в принципе по лунной орбите полетать, а потом улететь люди уже смогут, и в этом смысле интересным является многоразовый автоматический аппарат типа Корвета, который сможет стыковаться к пилотируемому аппарату на лунной орбите, собрав, скажем, на поверхности какие-то образцы, проведя дозаправку, сесть в другой район, например, в какую-то магнитную аномалию на лунной поверхности, или в какую-то, так сказать, вот эту валовую трубу в каком-то конкретном районе, то есть пока мы не сможем ступить ногой на лунную поверхность, мы можем с орбиты летать туда с помощью такого Корвета. Но я повторяю, что это уже вы видите 1931-1935 год, в общем, здесь еще, так сказать, то, о чем я говорю, это скорее предложение, чем принятое решение. Ну вот здесь просто изображено, как может работать такая связка, когда орбитальный автоматический аппарат обеспечивает взаимодействие с Корветом, а тяжелый луноход собирает где-то отдельные образцы, прилетает туда Корвет, их забирает, возвращает и так далее. Ну и самая далекая перспектива пилотируемая, это уже тогда, когда мы имеем полный комплекс пилотируемых полетов, когда уже на Луне стал формироваться полигон, куда будут летать уже несколько раз многие аппараты, там будет возникать, наверное, скорее всего, в одной из первых позиции лунная обсерватория, которая позволит проводить наблюдения, которые затруднены на Земле, или как в случае радиодиапазона просто невозможны из-за фона, который создает Земля. Ну и таким образом, вот это некая справка, которую мы писали к этой федеральной программе, что же мы можем ожидать, если эта программа будет реализовываться к 40-му году. Но я уже фактически про все эти ожидаемые результаты вам пытался рассказать, поэтому я читать эту справку не буду, а скажу вам большое спасибо. Пожалуйста, я думаю, что вопросы у вас есть. Вот они не готов, что Анатолий Михайлович подойдет, но и где-то что. Анатолий Михайлович, космические первое, что космические лучи бомбардируют везде. И в этом смысле они в космических постоянных ловушках и в окрестности полюсов на освещаемой поверхности. Их поток одинаковый. И на экваторе тоже. Да, да, конечно, конечно. И в этом смысле нейтроны идут отовсюду. Значит, не везде находится вода. Вот экватор все-таки там этой воды очень мало. Там она на уровне 50 ппм. То есть это фактически некая наверное исходная вода, которая просто содержалась в лунном веществе, в тех минералах, которые там сформировались. Качественно меняется ситуация, когда мы приближаемся к полюсам. Там действительно содержание воды существенно повышается. Можно сказать практически на порядке. И здесь уже при той же самой бомбардировке космическими лучами мы можем по нейтронному излучению, вот по тому перераспределению спектрального потока между надтепловыми и тепловыми нейтронами судить о содержании воды. Теперь, значит, вот постоянные ловушки, вот эти вот постоянно затяненные краты, это была исходная идея, что только там и может быть эта самая вода. то, что наш прибор обнаружил, мы обнаружили, что вот на этой карте, которую я вам показывал, вот эти голубые такие пятна, они, то есть, я могу так сказать, есть несколько кратеров, например, Кобеус и Шеклтон, где прекрасно сочетается постоянная затененность и очень высокое содержание воды. есть постоянно зателенные кратеры, где нет воды, и есть освещаемые территории, где воды тоже достаточно много. Объяснение физическое может быть очень простым. Если имеется верхний слой относительно сухого вещества, который защищает во время освещенных периодов лунации от прогрева более низкий слой, который остается как бы фактически вода ниже, да. Достаточно оценки показывают, что дивайнер, например, тоже на ЛРО, он меряет температуру поверхности и судит о тепловой инерции. Они показали, что вот эта низкая температура криогенная, чтобы удержать воду, может быть обеспечена при толщине вот этого верхнего сухого слоя порядка 10-15 сантиметров. А мы видим нейтроны с высоты порядка и, конечно, вот то, что мы собираемся изучать воду на Луне 27, мы не собираемся лететь в постоянно затененные кратеры. То есть у нас там освещенность будет хорошая, порядка 40% от полной продолжительности лунных суток. Но при этом по данным Лэнда мы видим, что там уже достаточно, там не самое высокое содержание воды, потому что у нас есть еще инженерные ограничения, нам нужно, чтобы поверхность была поровнее, чтобы не было крутых склонов. Но в рамках этого компромисса ответ на ваш вопрос таков. Да, можно иметь достаточно хорошее содержание воды на территориях, которые регулярно в течение лунных суток испытывают солнечное излучение. Значит, нужно дойти до глубины порядка 40-50 сантиметров. Чем глубже мы думаем, тем лучше. Но для того, чтобы сделать первые тесты и действительно вот эту воду, так сказать, по-настоящему увидеть и получить оценку, достаточно 40-50 сантиметров. Спасибо. А улучшили на наших аппаратах сейсмометр? Был предложен Институтом физики Земли сейсмометр. Он сейчас формально входит в состав, но я думаю, что он не полетит. Дело в том, нет, он не тяжелый, он не тяжелый, он достаточно гелкий, но у него сейчас есть проблемы с его такой конструкцией при такой маленькой массе, которая бы позволила достаточно хорошо видеть сейсмические эпизоды с одной стороны и уцелеть при ударах и вибрациях, которые этот прибор будет испытывать во время запуска и посадки с другой стороны. То есть такой прибор был разработан но он сейчас находится на таком этапе разработки с учетом этих трудностей, которые не позволяют нам планировать этот прибор на миссию 28-го года. Если будет два полярных аппарата в будущем не Луна-27, а следующие аппараты, нужно обязательно делать, конечно, сейсмометр, потому что это очень естественно иметь такую глобальную глобальную систему. Спасибо. Есть в сети вопросы? Как нам с вами? Пожалуйста, в сети вопросы. Уголковый отражатель тоже. Все хотят уголковый отражатель. Уголковый отражатель есть. Если позволит масса, Анатолий Михайлович, будем ставить уголковый отражатель. Но сейчас ситуация складывается так, что тогда вместо какого-то прибора. Вот эта посадочная машина, она сейчас очень-очень имеет большую проблему с массой. Это касательно 27-й. На 27-й, да. Пожалуйста, вопрос с Лума. Вадим. Вадим. Да. Добрый день, Милюков Вадим Константинович, ГАИШ МГУ. Скажите, пожалуйста, вы в своем докладе не упомянули исследование гравитационного поля Луны. Между тем, летала миссия Грейл, получила достаточно интересные, достаточно детальные карты гравитационного поля. Это просто не очень с вашей точки зрения интересно, или ваши интересы вне этого лежат. Собственно, почему вы ничего не сказали об этом? Я правильно понял, из-за того, что не очень четкая была слышалась ваша речь, и вы спросили про гравитационное поле. Да, 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 Во-первых, я про него упомянул, потому что, когда я вам рассказал, что замечательный американский спутник ЛРО должен был каждую неделю свою орбиту подправлять, для того, чтобы вернуть 50 километров, это как раз вот из-за этих москонов, которые связаны с гравитационным полем. Значит, для нас гравитационное поле это тот интерес, который связан с тем, чтобы нам получше прицелиться и прилететь в ту точку, которую мы наметили. Вот то, что Луна 25 должна была после выхода на посадочную орбиту садиться буквально через 3 дня, в том числе связана с тем, чтобы создав посадочную орбиту с нужными параметрами, чтобы за время последующего орбитального полета эту орбиту не увело в сторону и мы бы не промахнулись по отношению к тому району, который мы хотели сесть. Вот, то есть для нас это некая среда обитания. А конкретного изучения гравитационного поля как такового, да, у нас таких экспериментов нет, не предполагаются, я думаю, что самые хорошие данные на эту тему получила Мария Зубер на проекте Грайл. Да, да, и вот Грайл, я про него как раз и говорил. То, что сделал Грайл, я аудитории скажу, это было два маленьких спутника, которые имели лазерную связь между собой и они измеряли параметры своего движения на основе вот этого лазерного взаимодействия плюс Земля. Вот они достаточно хорошо там все промерили и в общем фактически этими данными сейчас люди пользуются и мы не планируем делать какой-то свой специальный шаг, потому что в общем пока что этих данных достаточно. я слушаю, что такое. Я слушаю, Что такое? Что такое? Возле или это на воде были грибовицы, так что вы так навесили при маске в эфире. Ну вот на Луне 26 они будут изучать вот эту вот среду над поверхностью. у них они тоже постараются сделать орбиту достаточно низкую. У них будет первая часть этой эмиссии 100 километров полярная орбита и в принципе у них такая возможность будет. вот. Но я хочу сказать, что с точки зрения вот подтверждения достоверности присутствия воды и оценок сколько где этой воды я думаю, что какие-то ну скажем, чтобы четче определить задачи следующих посадочных аппаратов я думаю, что сейчас таких данных не требуется. Сейчас самое главное, что интересно понять, это природа этой воды. Она так сказать все-таки кометная в основном или она в основном солнечная. Спасибо. Еще есть ли вопросы? Пожалуйста, в сети есть ли еще вопросы? Коллеги, подключены и отдаленно, есть ли у вас вопросы? Я вам еще раз помню. Надежды на содержание элементов в межзлезной среде, они в общем-то постараться можно, но я думаю, что состав элементов около солнечной системы может быть совсем другим. Они не смогут различия еще специально надо говорить. Я хочу сказать, что здесь я, вот те слова, которые я говорю, я говорю не как профессионал, который на эту тему пишет работы, а как заинтересованный читатель, который чужие работы читает. Я исхожу из того, что кометы остались со времен протопланетного облака. Вот если это неправильно, то надо тогда это опровергнуть. Но я думаю, что из того, что я знаю про происхождение солнечной системы, что комета это некая остаточный, остаточный, так сказать, ну, можно сказать, почти что мусор, который оказался на периферии солнечной системы после того, как она сформировалась и ее центральная область и ее вот эта льдистая периферия газовых гигантов. Значит, если эти кометы остались от протопланетного облака, то тогда получается, что они, в общем, могут содержать вещество межзвездного происхождения. И во всяком случае, вот те данные, которые я показывал, я сейчас отмотаю туда, это ведь экспериментальные данные, это не то, что кто-то предположил, исходя из расчетов процессов в межпланетном пространстве. Значит, это, насколько я понимаю, то, что здесь отмечено синим цветом, это кометы. То есть, это получается, что... Нет, нет. Вот здесь, видите, слово кометы выделено голубым цветом, и те молекулы, которые подтверждены в кометах, тоже показаны этим самым... Да. Да, да. Но то, и то, что я так же знаю из литературы, что аминокислота уже была обнаружена в кометах. Очень много, да. Там, да, что-то есть. Так вот, об этом и речь. Если вот, понимаете, если эта органика прилетала на Луну, то кажется, что она должна была бы прилетать и на Землю. Да, понятно. Вот. А если она... Да, да. Вот. Если она осталась на Луне вот в этих вот рефрижераторах естественного происхождения, правда, тут тоже есть тонкости, потому что на самом-то деле вот эти рефрижераторы, тут я тоже должен немножко уточниться, вот эти рефрижераторы полярные, они же на родни, то у них не было, потому что ведь вот эта каротация, которая сейчас образовалась, и выстроилась, и не 4 миллиарда, она более поздняя. И ясно, что вот эти полярные районы, они не от рождения Луны, а они, так сказать, вот в процессе вот этого... Но когда это произошло, и насколько повлияла вот эта перестройка планетной системы из-за вот этого возможного смещения Юпитера, мы, так сказать, не понимаем. но, во всяком случае, то, что это надо проверить, и то, что это надо детально исследовать с учетом данных по кометам, это практически, я думаю, никто не оспарит. Давайте посмотрим сейчас. Можно вопрос задать? Сейчас момент. Нет, тут нету. Да, задавайте, пожалуйста. Юрий Нефедев, Казанский федеральный университет из Казани, одним словом. Я хотел спросить... Добрый день. Добрый день. Игорь Георгиевич, я хотел вот такой вопрос задать. Вы в докладе очень многого интересного рассказали, но также подчеркнули, что, в общем-то, все космические агентства мира готовят свои миссии, все хотят сейчас Туну осваивать, и, по большому счету, многие направления, которые там как раз планируются, они дублируют друг друга. Если, допустим, чья-то миссия, ну, грубо говоря, китайская, какие-то уже исследования сделают, будут корректироваться вот те планы, которые вы заложили в миссии 26, 27, 28 и так далее? Вопрос... Извините, вопрос понимаю. Вопрос очень актуальный. Дело в том, что сейчас фактически уже подписано соглашение с Китаем о том, что будет создаваться совместная, она так называется, международная научная лунная станция. С одной стороны, она предусматривает сотрудничество России с Китайской Народной Республикой, с другой стороны, она называется международная, то есть, это не байлатерал, а это интернешнл, и здесь разные страны могут в этом проекте также участвовать. И сейчас очень подробно обсуждается конкретика того, как конкретно Россия в этой международной инициативе научной станции будет участвовать. И ответ да, то есть, этот вопрос разрабатывается, прорабатывается, и ясно, что в рамках российской лунной программы, конечно, должен быть международный сегмент. И наиболее вероятно, что первым в списке вот этих международных наших совместных может быть миссий, может быть экспериментов, могут быть проекты с китайскими партнерами. Вот то, что я знаю из нашего института, сейчас уже есть один конкретный прибор, для которого обсуждается установка на следующий китайский спускаемый аппарат. То есть, ответ да, конечно, все должно идти в международном формате. И с китайцами у нас сейчас на эту тему идут уже не просто переговоры, а конкретные обсуждения. Спасибо. Спасибо. Что есть ли вопросы? Ну, если нет, я думаю, можно поблагодарить еще раз. Другие дни. Прекрасный договор. Вам большое спасибо. Тоже спасибо за вопросы. Спасибо.